С вами канал E-Industry. Ребята, Саншин Хай Тью. Вот такой упаковки. Мы уверены, что большинство не видели и не слышали таких колодков. Что же это такое? Ребята, интересный момент. Это идентичные колодки на один и тот же автомобиль. Пошли запросы, что же это такое. Все привыкли вот к таким вот колодкам Хай Тью. И были вопросы, нам задавали, что же это такое, может это подделка. Но сейчас мы покажем вам, вы убедитесь, что интересный факт именно кроется внутри. Представлены образцы на один и тот же автомобиль. Но вот есть определенные моменты. Здесь под номером SP1099, здесь на одну единицу больше, SP1100. Что же лежит внутри этих колодок? Смотрим здесь. Смотрим здесь. То есть мы видим, что конструктивно колодка на один и тот же автомобиль. По всем рабочим нюансам, за исключением некоторых моментов. Это внутренняя колодка, вот поршенек. Здесь пластин антискрипных нет. Здесь они есть, даже две. Здесь Хай Тью. Самое интересное здесь. Что же мы видим здесь? Здесь лежат колодки фирмы Манда, которая также являлась и является поставщиком на конвейер Hyundai Kia завода при сборке новых автомобилей. Нам такие вопросы поступали. Ребята, подскажите, мы купили колодки Хай Кью в красной упаковке. И самое интересное, внутри лежит Манда. Что же это такое? Хотим донести очень важную информацию, для многих непонятную и первый раз увиденную. Для нас самих было очень интересно и удивительно увидеть, что внутри колодок фирмы Хай Кью, Саншин Хай Кью, лежат не колодки Хай Кью, как мы видим в этой упаковке, а лежит фирма Манда. Мы это хотим донести, потому что очень многие переживают, что они купили красную упаковку раз, плюс внутри лежит не Хай Кью, а Манда. И спрашивают у нас, задавались вопросы, что же это такое? Мы хотим донести информацию, что такое возможно, такое есть. Конкретно почему так? Достоверной информации не на официальном сайте нет. Наши предположения какие? Что в определенный момент, видно, была какая-то коллаборация Саншинг и фирмы Манда. И они закупали Манда, которые и являлись, и являются поставщиками так же, как и Саншинг на конвейер Хюндай Киа. И здесь самое интересное, вот именно здесь лежат конкретно оригинальные колодки. Хочу вам показать, к примеру, фирма Манда. Вот мы можем видеть Манда. Они выпускают просто колодки. Это так же оригинал, но здесь просто написано Манда. Здесь продавлено, так как в оригинальных колодках, когда люди снимали, снимают, бывает, и говорят, тут у меня оригинальная колодка, так как устанавливалась с завода, продавлена Манда. Здесь мы это видим. Незначительные конструктивные моменты мы тоже можем увидеть между Манда колодки и Хайкью. То есть здесь мы видим одну прорезь, здесь мы видим две прорези. Также эти идут без пластин в Хайкью. Манда идут внутренние с двойной пластиной, так как и в оригинальных упаковках, так как оно ставилось с завода. Наружная колодка также идет в Хайкью без пластины. Манда идет с одинарной пластиной. Что мы можем увидеть? На первый взгляд незначительные отличия есть. Мы это видим. Двойная диагональная прорезь. В этих тормозных колодках за счет этих прорезей двойных, одинарных будет разное распределение напряжения тормозной самой накладки. И так как декларируют разработчики тормозных колодок производителей, что все-таки вот эта колодка может выдерживать условия работы более тяжелых. Для более тяжелых автомобилей, например, так мы уже сказали, это на бусике H1, H200, H100. Как декларируют разработчики тормозных колодок инженера, что все-таки колодка с двойной диагональной прорезью может выдерживать больше нагрузки, чем вот такая обычная, с одинарной прорезью посредине. Ребята, и вот обратите внимание, даже визуально у них отличается по цвету тормозная, по составу, самое важное, по составу тормозная накладка. Вот мы видим в Mando большее вкрапление меди, мы видим здесь меньше, здесь более вкрапление просто металла какого-то. А сейчас такой интересный момент. Компания Sunshin представила новый бренд колодок HiQ, но серии SD в красной упаковке. Вот мы можем увидеть в разделе новинки на официальном сайте. Вот обычные колодки, ну, если грубо говорить, для общего пользования. И в красной упаковке, как мы и видим здесь, но серии SD. Так как декларирует производитель, и для чего же предназначена эта новая серия SD? Для автомобилей, которые работают в более тяжелых условиях, для более тяжелого транспорта, ну, если грубо говорить, для рабочего транспорта, то есть для бусов, к примеру, мы здесь увидели H1, H200, то есть колодка, она более выносливая к тяжелым условиям, скажем так, по-простому. И так как мы здесь увидели, за счет вот этих вот прорезей, это на самом деле так и есть. Это уже доказанный факт. Ребята, если подытожить это видео, какие наши заключения? Что же это такое? То есть к нам поступали запросы, люди боялись, мы донесли, что такое возможно, это не является подделкой. Наше заключение, что все-таки даже в те времена, в те годы у них было какое-то отлетление все-таки в серии HiQ, и чтобы разграничить, они делали синюю упаковку, красную упаковку. Такое мы, как мы увидели, такое возможно и такое было. И тем более сейчас они сделали новую серию. Это можно почитать на официальном сайте в разделе новости. Серия SD. Новая серия на нашем рынке еще отсутствует. Ее нету. Я думаю, что она будет входить как бы постепенно. Когда она будет появляться, мы обязательно снимем ролик, покажем, что же лежит внутри, какие, на какие автомобили. Но мы все-таки думаем, что это будет действительно там, может, на дорожнике, на бусы, мы уже это говорили. Как только будет появляться, если она будет действительно входить в широкий сегмент нашего рынка, мы сразу же снимем ролик и сразу же поделимся этим с вами. То, что касается вот этой старой упаковки, все-таки это было плюс-минус и с этой же серии. Честно, ни разу мы это не продавали, потому что оно не является популярным. На малое количество автомобилей это было сделано. Ну, практически мы знаем, что это вот на H1, H200, еще на H100, более старый бусик. И нам писали в комментариях, что человек купил и как бы переживает на Santa Fe. Вроде бы как бы так было еще, что на Santa Fe купил, красные упаковки, внутри лежит Mando. То есть, в тот момент, мы уже говорили об этом, какая-то коллаборация была с производителями тормозных колодок, и здесь они упаковывали фирму Mando под своим брендом. Что будет лежать в этой серии SD? Ну, наши предположения, наверное, все-таки будет лежать HiQ. Потому что они не просто как бы производители тормозных колодок, и очень важно, они являются разработчиками. У них очень серьезная техническая база, целый институт по разработке тормозных колодок. Очень интересно, если нас смотрят, ну, кто-то может какие-то свои версии, пожалуйста, пишите в комментариях, всегда будет интересно почитать. Мы занимаемся широким спектром автомобильных запчастей на корейские и японские автомобили. Заказы можно делать в комментариях, звонить по телефону, телеграм, вайбер, пишите в комментариях, обращайтесь. А самое главное, всем здоровья, удачи, пока.